Здравствуйте дорогие друзья и гости канала. Этот видео обзор про украинский роботизированный наблюдательно-огневой комплекс Охотник РСВК М4. Нужно сказать, что первая версия этого наземного комплекса прошла свои испытания в 2016 году в Российско-Украинской войне на Донбассе. Испытания прошли успешно. А создавался комплекс как стрелковый автономный модуль для использования на самых опасных участках фронта. С тех пор комплекс перетерпел множество изменений и модернизаций. Перед вами сейчас его четвертая версия М4, представленная в 2021 году. Сразу отметим, что модернизация проходила по мере использования боевого модуля в боевых действиях на Донбассе. Функции этого боевого модуля очень разнообразны. Это и доставка грузов, и боекомплекта на передние позиции на фронте, то есть функция снабжения. Также модуль может использоваться для эвакуации раненого, для чего у него есть специальный настил и трос, куда можно положить раненого, и модуль его вытянет в безопасную зону. То есть эвакуационная функция. Модуль может использоваться как наблюдательный комплекс, особенно в особо опасных местах, на передке линии фронта. Может просто использоваться как наблюдательная станция за периметром, так и корректировать огонь союзных частей. Артиллерии, минометы, авиации, аэродронов и так далее. Ну и конечно же, раз это боевой комплекс, то понятное дело, что он может устанавливать различное вооружение и вести с него огонь при необходимости. То есть используется еще и как огневое средство. А возможности по установке на комплекс боевых модулей очень широки. Комплекс использует различные прицельные комплексы и тепловизоры, что дает ему возможности работать круглосуточно. А из вооружения, которое он может использовать, это и снайперская винтовка, и пулемет, и крупнокалиберный пулемет. Может быть установлен противотанковый ракетный комплекс или блок с неуправляемыми ракетами. Есть наработки по использованию автоматического гранатомета и установки 30-мм пушки, а также контрбатарейного радара и станции радиоэлектронной борьбы. Однако более эффективно использовать именно стрелковое и противотанковое вооружение. Также этот дрон может использовать для минирования местности. То есть боевые возможности использования этого наземного комплекса очень широки. Перед началом российского полномасштабного вторжения в Украину этот роботизированный комплекс уже много лет проходил испытания в вооруженных силах Украины. Имеется и боевой опыт применения в войне на Донбассе. Уже не раз спасал жизни и здоровье украинских солдат на фронте. Обеспечивал безопасность и показал себя в боевых условиях с лучшей стороны. Комплекс в частности использовался для снабжения передовых позиций, которые сильно простреливались вражеским огнем. И движение там пехоты и транспорта было очень затруднено. Боевой комплекс весит 600 килограмм. Имеет электродвигатель мощностью 6 киловатт. Мощные батареи позволяют комплексу тянуть или перевозить груз с максимальной нагрузкой на дистанцию минимум 10 километров. Более того, усовершенствование комплекса позволило использовать его на протяжении минимум суток без дозарядки. Но все зависит от степени нагрузки и специфики выполняемой задачи. Максимальная скорость 10 километров в час. Проходимость очень высокая. Колесная формула 6х6 и все колеса ведущие. Что помогает ему передвигаться в слякоть в условиях украинского чернозема. А это очень трудно. Высота комплекса всего 70 сантиметров. То есть он довольно скрытный в полевой местности и может довольно легко передвигаться, будучи даже незамеченным противником. Так как порой травяной покров полей в Украине достигает именно такой высоты. Высота комплекса в 70 сантиметров была специально выбрана таковой конструкторами, чтобы растительность украинских полей прикрывала и маскировала комплекс. То есть изначально военные конструктора делали его такой высоты, чтобы трава его скрывала. Платформа может перевозить до 200 килограмм груза. Радиус управления до 3 километров. Платформа имеет штучный интеллект. Хорошо определяет военных и технику. Огонь ведет оператор. А вот все поправки и упреждения рассчитывает сам этот штучный интеллект. В случае использования платформы как наблюдательной станции, то именно искусственный интеллект помогает обнаруживать и идентифицировать цели самостоятельно, что резко снижает нагрузку на оператора. Ну а теперь давайте узнаем больше про этот боевой комплекс от представителей компании-разработчика данного комплекса, у которых автор взял интервью. Узнаем, как вообще начала создаваться эта платформа, как она усовершенствовалась и какой у нее боевой опыт. Расскажите, пожалуйста, про эту машину, ее уникальность и полезные свойства. Этот комплекс, как ты каже, беспилотный комплекс, разработался и разработался уже не один год. Начиналось все с волонтерской задумки, волонтерский проект. В 15-м ролике, в России, разработалась сначала платформа, не платформа, а сам модуль стрелецкий, под накопликаліберный кулемет с управлением дистанционным. Работаются два участника боевых дней на уфоре своего досуга. Работаются два участника для управления и управления дистанционным. Но, как показал Бокк, чтобы перезарядить кулемет, нужно до него прийти или привезти, и некоторый час вытратить на перезарядку. Это, снова же, наражает на небезпеку заряжения. Поэтому появилась идея поставить это на платформу, которая переселяется, беспилотную платформу. И с этого момента появилась такая платформа. Это уже четверта версия, была нулевая, первая, вторая, третья. Это уже четвертая версия. Все еще тут сделано, все залезы, все программное записывание, это икраинская, все это икраинская, это графон нашей компанией Robotics. И было обновлено досвидом использования этих платформ с боевым адамом на Донбассе под час боевых дней. У платформы достаточно большой опыт, где-то 1,5-2 десятки миссий коротких, а некоторые платформы работали не в один рік. В основном они использовались, как логистичная платформа, для перевезения ДК между ВОПами, как доставка леса для обеспечения наших бейцов, защиту обустройства, обустройства, облаштувания позиции. И когда был в момент, когда не могла подъехать автівка, до этого випадок, вона подстреливалась, и люди могли только под ночный час, или быстрым ходом, перебегти в небосвященное бейдание. У него нас покликали, и эта платформа перетащила великую кількість этого леса. Мы ее обстрелили, помогали ее убить, но она ее обстрелила, она достаточно низкого профиля, и, как правило, не было ушкоджено, все остались живые и здоровые. Потом можно использовать декоративную зону в любых моментах. Можно использовать как эвакуационную отформу для поранения, чтобы вытягнуть поранения из червона. Я повторюсь, как эвакистично поставить на нее будь-який ударный модуль. Можно поставить ПТРК, можно поставить гранатомет с достаточной цены управления. Главное, что она может работать в тих условиях, в которых находятся наши бойцы, и не наражать их на небезопасность. Осталишать життя наших бойцов не ускорблено. Какой радиус действий? По крайней мере, если ничего не заражает, то здесь до трех километров. Но устойчивый, если скажут, звезды, то это километр плюс, чтобы она была шарована. А если уже потерять звезды с оператором, который через некоторый час, она отвечает автоконник и повертается по тому же маршруту, в котором приехали. Ага. Ну и будь-який модуль есть, и тепловизор, я бачу, да? Воно, да. Воно, да. Воно, в этом, воно, воно, тепловизор, для того, чтобы она працювала в нічный час. А воно, и перевага, что она полностью электрична, что это, яку дается перевага. Воно не видно тепловизора з другой стороны, и воно больше не чувствует. Практически не чувствует. И воно может приехать на позицию, в рахунок своего низкого профиля, и уже с 100-200 метров не так легко пометно. А на Узброянь армии там плануется колись? Воно, не, ничего не получается. Воно сейчас пройшла уже декоративные попробования, и сейчас готовится к державным попробованием. Но наша главная мета поставить ее на управление. На Узброянь армию. Доброе. Дякую вам щиро. Спасибо представителям компании Работик за информацию и разработчикам за этот наземный роботизированный комплекс. Армия нуждается в таких комплексах. На этом наш видео обзор завершается. Отдельная благодарность авторов всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в сети, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, где вас ожидает еще много интересных видео. Спасибо за просмотр.